Новая рубрика, это буквально пару минут. Новая рубрика, которая вышла на канале пару дней назад. Вот это вот. Один блоки. Я до сих пор не поменял название. У меня там ошибка. Один блоки. И оно до сих пор стоит один блоки. Два видоса в этой рубрике. Каждый раз, когда я выкладывал новый видос из этой рубрики в свой телеграм-канал, там какой-то трындец творился. Я не знаю, то ли в телеграм-канале 30% всех моих подписчиков это просто какие-то хейтеры, которым некуда выливать вот эту вот свою токсичность. Они заходят и апкикивают просто всё вокруг, что происходит в телеграме. Каждый раз, когда выходит что-то, какой-то ролик, каждый раз, когда выходит какая-то новая рубрика, они такие, фу, позор! Это худшая рубрика! Там даже человек писал, я выкладывал в телеграм-канале, сейчас я тебе покажу. Я сейчас прочитаю, если я найду вот это вот. Вышла вот эта вторая серия, вышла вторая серия новой рубрики. Знаешь, что написал человек по поводу вот этой вот серии? Знаешь, что он написал? Эд, ты сделал очень плохую рубрику. Мне не понравилось. Поэтому выпускаю ещё одну серию. Я думаю, она будет лучшей и интересной. Мне нравятся такие видео. И вот ты читаешь комментарии подписчиков, которые пишут, ты сделал очень плохую рубрику, мне вообще не понравилось, поэтому продолжаю выпускать такие ролики, мне они очень нравятся. И ты читаешь и просто не вдупляешь. А что человек хотел сказать этим? Просто. И потом говорят, фу, позор, позорный, а не рубрика. Это же почти как один блок в океане, только один блок в космосе. Мистер Очевидность, так если эта рубрика называется один блок в океане, это один блок в космосе, так, наверное, реально они тогда похожи. Только они отличаются тем, что здесь были приключения в океане, а здесь второй сезон, новая рубрика, перезапуск уже в космосе. Полностью всё другое. И схоже здесь только то, что мы там выживаем в хардкоре и что мы здесь выживаем в хардкоре. Всё. Всё сходство. Так вот, после того, в первой серии люди писали, фу, рубрика какашка, вообще его смотреть не буду. Я сделал пост в Телеграме, потому что, мол, ребята, это начало серии. Когда что-то новое, это начало рубрики. Когда что-то новое выходит, вы всегда плохо к этому относитесь. Фу, вас сначала и маньяк не устраивал. Вас сначала и выживание не устраивал. Вас сначала вообще ничего не устраивало. А потом на 10, 20, 30 серии вы такие, о май гад, это лучше. Это лучшая рубрика на планете. И поэтому я сказал в своём Телеграме, ну дайте хотя бы выйти 5, 6, 7 серий. Вы уже сможете оценить, что это за рубрика. И после этого сделать вывод. Ну нафиг. Выходит, вторая серия её засирают. Просто фу, я даже смотреть не буду, потому что я знаю, что серия какашка. Так как ты её не смотришь, но уже знаешь, что серия какашка. Вот я и сделал вывод, что если вы нифига нового не хотите, я тогда до конца жизни буду записывать, где он. А Монка, с которому уже 2 или 3 года, нифига нового не буду выпускать. Буду снайперов выпускать до конца жизни. И больше ничего. Но я хочу что-то новое выпускать. Маньяк тоже на канале появился всего лишь в июле. То есть маньяку 5-6 месяцев. Это новая рубрика. Подобные рурики. Подобные рубрики за 10 лет существования моего канала даже не было. Вначале она никому не нравилась. Сейчас это моя на данный момент самая любимая рубрика на канале. Поэтому делаем так. Если всё же подписчиков у меня нормальных, хороших, адекватных больше, чем хейтеров. До конца этого стрима я делаю опрос в телеграме. И там мы решим. Если будет 51% за то, чтобы не продолжать эту рубрику, я её закрою раз и навсегда и больше не буду продолжать. Если реально, у меня нафиг в этом телеграме и хейтеров больше, чем нормальных подписчиков. Но если будет 51% за то, что вы дадите шанс. За то, что вы пересмотрите эти две серии нормально от начала до конца. За то, что вы дадите шанс ещё на следующие серии, которые будут выходить. Вы их посмотрите, оцените и потом решите. Есть смысл продолжать смотреть эти ролики или нет. Вот тогда, если будет 51%, я продолжу записывать эту рубрику. Поэтому прямо сейчас я сделаю опрос в своём телеграме, где каждый голос будет влиять на то, оставлю я эту рубрику или не оставлю. И вот это, нифига себе, как я придумал хорошо, стрим, на котором я выясню, кого у меня больше. Подписчиков нормальных или всё же хейтеров. Субтитры сделал DimaTorzok